Всем огромный привет! С вами Эмили, и это вязальный подкаст, рубрика, где я болтаю, а вы под мой голос вяжете или занимаетесь своими делами. Здесь мы обсуждаем вязание, заработок на рукоделии, делюсь своим опытом ведения блога, в общем, всё-всё-всё, что я знаю, что сейчас актуально, и теперь мы ещё будем говорить и о саморазвитии, потому что прошлое видео вызвало фурор, за что вам огромное спасибо. Я до сих пор читаю все эти поддерживающие комментарии, и кто читает меня в Телеграме, там я просто быстрее всё пишу. Ссылки все оставлю внизу. В общем, я на следующее утро, когда выложила это видео, проснулась, будто бы немножко, ну ладно, не другим человеком, а просто проснулась с совершенно другим ощущением себя, как будто бы у меня была какая-то плита на груди, и она вот наконец-то ушла, и я как будто бы так вздохнула полной грудью, и понимаю, что дальше делать и как, и поэтому давайте сейчас немножко об этом как раз поговорим. Были, конечно же, и негативные комментарии, но что я наконец-то для себя приняла, это что я их могу спокойно удалять, не вникать, потому что зачем я вообще в это так сильно погружалась, если можно просто удалить или заблокировать человека, который приходит с негативом. Кстати, что самое интересное, я ради интереса всех этих людей, на ютубе есть такая функция ввести комментарии и посмотреть, что этот человек писал раньше. И угадайте, писал ли раньше этот человек, который писал негатив, что-то хорошее. Нет, ни одного там спасибо за мастер-класс или просто лайк, ничего нет, но первое же сообщение мне это негатив, поэтому теперь я буду с чистой совестью банить или просто хотя бы удалять комментарии, чтобы они меня не расстраивали. И второй момент важный, который я для себя поняла, что я теперь могу говорить спокойно на все темы, потому что очень много людей меня понимают, и я очень рада, что даже если кто-то не проходил через похожий опыт, все равно умеется переживать и как-то ставить себя на место другого человека. В общем, я очень рада, что вы у меня такие чувствующие, чуткие, деликатные, я вас просто обожаю, люблю, целую, и спасибо, что вы такие. Я теперь очень сильно хочу делиться своим опытом преодоления вот этих вот своих сложностей в плане принятия себя с вами, буду рассказывать, что я делаю, и, возможно, кому-то из вас это тоже как-то частично поможет. И, собственно, вот что я решила делать в ближайшее время, потому что мне кажется, что сразу какие-то большие цели ставить сложно, как-то менять свою жизнь, мне кажется, удобнее по чуть-чуть, поэтому я как раз-таки буду такие делать фокусы неделя, фокус месяц, чтобы по чуть-чуть менять какие-то моменты. Информацию, которую я знаю, это в основном я беру от каких-то психологов, которым доверяю, и то, что касается внешности и принятия себя, мне очень нравится психолог Женя Донова. Она есть, и, насколько я знаю, слезобитие, у нее некоторые интервью на ютубе, и также у нее есть книга «Легко быть собой», и, по-моему, еще вышла уже вторая, это «Пищевой монстр» или как-то так, я еще не читала, но я проходила ее курс, который называется «Легче вместе», который направлен на то, чтобы как раз-таки разобраться со своим поведением относительно еды и плюс относительно своей внешности, то есть начать себя как-то любить и принимать. Так как я его проходила, получается, я его начала где-то осенью он начался, он уже закончился, но видео у меня остались, и когда я смотрю второй раз, я будто слышу что-то по-новому, поэтому я решила делать некоторые упражнения из этого курса, и некоторые из этих упражнений я буду, как я уже сказала, рассказывать вам. И первое из них — это вообще есть в тишине, без гаджетов, без ютубчика на фоне, понимаю, это сложно, но я решила, что раз это мне сложно, я это буду делать только на завтраке, то есть я пока обед и ужин оставляю как обычно, то есть я буду что-нибудь смотреть или там параллельно что-то слушать, или какой-то подкаст или музыку, а завтрак у меня будет в полной тишине, такое время для себя настроиться на день. Так у меня уже было несколько дней, и мне понравилось, но пока говорю, что это я забываю это делать в другие приёмы пищи, но вот завтрак у меня теперь будет вот такое священное время для себя в тишине. И следующее упражнение тоже, которое я взяла из этого курса, это начать сниматься, фотографироваться вообще в разных ракурсах. Как раз-таки под прошлым видео мне кто-то написал, боже мой, что с тобой стало, потому что там новый ракурс, который я раньше не использовала, он так чуть-чуть как-то снизу, в общем, мне тогда было вообще неважно, я не проверяла, не настраивала, как я выгляжу в кадре, я записала, потом, конечно, уже увидела, что ракурс, мне он тоже не очень нравится, но глобально это не так важно, как, ну, то есть если бы я те эмоции, которые тогда записала, перезаписывала, лишь бы, ну, невозможно было бы, наверное, там красиво выглядеть. Поэтому ракурс очень сильно влияет на восприятие себя, мы себя не видим со стороны, мы себя видим только в зеркало, через камеру и через фотоаппарат или там на телефоне, и люди нас другие видят вообще по-другому, мы объемные, а не плоские. И поэтому иногда в некоторых ракурсах, я думаю, у всех так было, там просите кого-нибудь фотографировать, потом смотрите и думаете, ой, какой ужас, это вообще на меня не похоже. И на самом деле, как бы, это все одни из вариантов нас на фото, и вот одно из упражнений, это просто брать и прям фотографировать, фотографировать, просить других фотографировать себя в разных ракурсах, и глядя на фото, не сразу его удалять или говорить, какой ужас, а вот так вот смотреть, что, ну, вот, еще вот так бывает. И то же самое с видео, то есть я буду стараться снимать в разных ракурсах, привыкать себя с разной стороны, потому что моя мечта на самом деле это быть таким прям полноценным ютуб-блогером, чтобы меня начали звать на всякие подкасты, шоу, и, естественно, в этих шоу ракурсы самые разные, и если я сейчас к себе не привыкну, что я могу быть такой и такой, то как бы как, я потом просто не смогу даже эти шоу посмотреть, поэтому вот второй такой большой пласт, это прям много сниматься, фотографироваться и смотреть, привыкать к себе с разных сторон. И то же самое касается зеркала, то есть раздеваться или там до белья и изучать просто свое тело и стараться нейтрально его воспринимать, что, то есть вот просто описывать нейтрально, например, вот у меня там нога такой толщины, вот она вот такая, то есть не давать этому оценку, что она там красивая, некрасивая, это просто вот привыкать, в общем, к своему телу, потому что я со своим телом пока в полном отрыве, оно живет отдельно, я отдельно, я часто даже вот там ударяюсь вся в синяках, потому что я даже границы своего тела не воспринимаю, и оказалось, что я даже свои объемы не воспринимаю такими, какие они есть на самом деле, потому что я тут заказала себе одежду, и она мне вся большая, потому что я себя воспринимаю больше, чем есть на самом деле. В общем, вот такие упражнения. С одной стороны, кажется, что суперлегко есть в тишине или фотографироваться и смотреть на себя с разных сторон, но на словах все легко, главное это все делать, и я постараюсь это делать. Следующая тема, которую мне сегодня бы хотелось затронуть, это Яндекс.Дзен, и этим видео эту тему закрыть. В прошлых выпусках подкаста я говорила, что вот у меня есть цель провести эксперимент, реально там зарабатывать или нет, и я поняла, что для меня это не та площадка, в которую мне хочется вкладывать время и силы. Там есть отдача материальная, но она такая маленькая, что вообще, ну, то есть это не целесообразно, лучше я это время посижу, повяжу, чем даже лишние пять минут что-то там буду выкладывать. Я постараюсь настроить авто, как-то автодублирование видео с ютуба туда просто, чтобы видео сохранялись, и если там ютуб, например, закроется, чтобы у меня где-то еще были видео, но вот так вот что-то специально создавать какие-то посты, писать какие-то статьи я не буду, то есть я буду только дублировать контент с ютуба туда, и все, больше у меня планов на Яндекс нет, и пока я на эту тему закрываю рубрику. Еще бы мне хотелось обсудить с вами вообще тему блогинга, моих планов в этой сфере, что я делаю, что не делаю, какие мои вообще взгляды. И сейчас, получается, у меня самый главный акцент — это ютуб, это то, что я хочу прям с головой сюда уйти, я даже купила себе курс по поводу именно того, как лучше писать сценарии, чтобы просто быстрее доносить мысли, потому что я заметила, что есть видео, которые больше набирают просмотров, есть меньше, хотя моих усилий туда вложено одинаково, но иногда там какой-то заголовок или вступление очень сильно влияет на то, будут это видео, покажут это видео другим людям или нет. Например, вот мне очень расстроило, у меня есть видео «Подарки для вязальщиц», мне казалось, это классная тема, но ее не так много людей посмотрело, как бы мне хотелось, поэтому я вот сейчас учусь писать сценарии, то есть, по сути, просто то, что я и так делаю, только немножко это, знаете, так вот менять именно концентрацию, чтобы это было интересно и полезно не только вот кто ко мне хорошо относится и кто у меня уже знает, но и чтобы все-таки приходили новые люди, потому что я сейчас вот смотрю по статистике, меня в основном смотрят именно те, кто на меня подписан, а новым зрителям мои видео практически не показываются, только старые мастер-классы, а новые видео, они только вот для избранных, скажем так, для вас, кто на меня уже подписан, кто вот приходит именно по зову колокольчика или просто сердца, но эти видео, к сожалению, новым людям не показываются, и я понимаю, почему, что я, в принципе, их так веду, что новый человек, наверное, вообще не поймет, что происходит, и поэтому я вот буду экспериментировать, можете наблюдать за мной, вообще меняется видео или нет, но мне бы, мне это интересно, то есть, мне бы хотелось научиться делать так, чтобы это прям все было, но, знаете, что главное, я очень не хочу, чтобы это становилось как-то пластиковым, в плане сценария, я имею в виду не то, что я буду читать что-то по бумаге, я имею в виду какие-то концепции, именно структуры видео, я их стараюсь продумывать, но, видимо, еще не до конца учитываю, например, может быть, там вот в начало нужно вставлять нарезку самых интересных моментов, в общем, я еще не знаю, буду пробовать, и больше это коснется, наверное, заголовков и обложек, потому что это самое такое основное, что видят впервые зрители, и вот новеньким, когда его показывают сбоку, хочется нажать на это или нет, вот я буду с этим еще экспериментировать, не знаю, что получится, вообще интересно, получится ли как-то изменить сейчас статистику от того, какая она сейчас, потому что у меня канал очень сильно поменялся, у меня были мастер-классы, они такие локомотивы, именно по вязанию с нуля, сейчас я таких видео уже не снимаю, ну и плюс, ну мне кажется, вот именно базовых видео уже все отсняты, как бы новые элементы мне показывать особо, кажется, смысла нет, именно для игрушек достаточно вот того плейлиста для вязания с нуля и все, а поэтому вот мне хочется научиться снимать такой больше лайв-формат, но чтобы он также был интересен новым зрителям тоже, поэтому буду вот пробовать и рассказывать вам, что будет меняться, и, возможно, вы сами тоже заметите, что что-то меняется. Еще у меня также насчет ютуба есть план по поводу шортс, может быть, вы уже заметили, у меня тут было выложено парочку, но я решила все-таки шортс завести на отдельном канале и посмотреть вообще, что это даст, то есть этот канал будет только для коротких таких вот роликов про вязание, там будут и приколы, и полезные, и вот я их буду отдельно выкладывать. И те же самые короткие ролики я буду выкладывать в тикток, хотя он очень сильно изменился за последний год, но все равно у меня там есть подписчики, я там смотрю, что иногда у меня какие-то ролики набирают просмотры, поэтому вот планируем параллельно вести тикток и ютуб шортс. Но это не самое, наверное, такое глобальное изменение, глобальное изменение, что я завела еще один блог, который касается японской моды, но не только японской, там, в общем, скажем, такой милой моды, в основном азиатской, именно всякие такие, и стиль лолита, и не только, и косметика разная, красивая. Я думала возобновить свой первый канал, но решила пока сосредоточиться на формате коротких видео, то есть быстрые распаковки, быстрые обзоры, быстрые какие-то фотографии именно вот на отдельном тоже канале. Потом я это все, когда заведу, и там будет какой-то прогресс, я уже вам покажу, что получается, что нет. Отдельно я уже создала вот именно только тикток. Вот, у меня там уже 200 подписчиков, и это, конечно, вообще совершенно другая энергия, совершенно другой подход, потому что там у меня вообще нет никакого плана, это просто моя такая отдыхалочка, где я развлекаюсь и делаю просто вот все по фану. И еще одна новость, которая вытекает из этого, я решила стать моделью. Я решила стать плюс-сайз-моделью. Как это вообще получилось? То есть, когда вот я думала о том, как я себя ограничиваю, что бы я сделала, если бы я себе нравилась, и я поняла, что мне всегда вот хотелось участвовать в фотосессиях, в каких-то съемках, чтобы мне присылали косметику на обзор. Я вот вижу блогеров, которые ведут тикток, им присылают всякую интересную, красивую косметику, и мне бы тоже хотелось, чтобы я была в числе вот этой рассылки, и когда присылают какие-то новинки, я подумала, что... Вернее, как это было? Я стала... Решила, что я хочу составить себе гардероб, в котором бы я себе нравилась, и по тем стилям, которые мне близки, там в основном азиатские мерки, они очень маленькие. И я стала искать вообще, какие сейчас есть бренды, и оказалось, есть отдельные плюс-сайз-бренды, и там были вывешены девушки, их объемы фигуры. И я смотрю, а там объемы один в один, как у меня. И эти девушки-модели вот для этих брендов. И у меня прям зажглась такая идея, что, ну, если вот у меня такая фигура, у многих людей еще есть похожие фигуры, и вообще найти информацию именно каких-то милых стилей на такую фигуру очень мало. То есть вот есть эти модели, а все, а на живых людях таких фотографий нет. И я подумала, так я буду вести блок плюс-сайз-модели, находить какие-то милые стили, примерять их на себя, рассказывать там, что по объемам, подходит, не подходит. И вот, поэтому я решила быть такой вот, вести такой вот отдельный блок и позиционировать себя как плюс-сайз-модель. И самое интересное, что я об этом рассказала в запрещенной соцсети, и мне написала девушка-фотограф и предложила попробовать сделать такую какую-то креативную съемку. В общем, я жутко волнуюсь, потому что, ну вот, есть у меня сложности с восприятием себя на фото, и тем более там нужно позировать, тем более при другом человеке, а не самостоятельно. Но я думаю, что это прям будет большой шаг вперед. И даже если мне там что-то не понравится, я попрошу там что-нибудь подфотошопить. Но я надеюсь, что все-таки мне удастся как-то вот к тому моменту привыкнуть к себе на фотографиях. А может быть вообще, мне вот просто многие писали, что для многих фотосессии стали таким открытием себя с новой стороны, увидеть себя красивой. И может быть, у меня вот будет тоже такая история, я еще не знаю, но очень надеюсь. И как раз таки я вот заказала одежду этих вот брендов, ко мне вот сейчас едет, и я надеюсь, что мне там все подойдет, и я тогда смогу пойти на съемку и вообще начать более симпатично одеваться, чтобы я... Ну, то есть вот мне, например, нравятся вот такие блузки, но к этой блузке у меня совершенно нет низа, то есть нет юбки, которая бы мне нравилась, я как раз заказала. И вообще вот моя одежда, у меня мало что есть, в чем я себя чувствую красивой, именно вот в своем восприятии, то есть мне нравятся именно милые стили. И у меня был такой шок, что я увидела, что бывает милая одежда больших размеров, и я надеюсь, что это реально так все в жизни окажется, и у меня будет гардероб, в котором я буду себе нравиться. Еще из каких-то таких новостей, сейчас у нас 21 февраля, масленица, я купила себе розовую сковородку, у меня вообще, да, не только насчет одежды, насчет всего, я решила не откладывать больше жизнь на потом, не там, когда все будет классно, и когда там я похудею, или еще что-то, а сделать свою жизнь классной, насыщенной, яркой уже сейчас. И вот для меня очень важные вещи, это, например, чтобы все, что меня окружает, было милым, и я решила, наконец-то, все это воплотить, прям составила себе список, что бы я хотела, чтобы у меня было, и постепенно это покупаю. Ну и вот, и решила, я сейчас больше готовлю, чем вообще когда-либо, и решила, что мне нужна еще и красивая посуда. Из каких-то творческих, вязальных проектов, у меня сейчас вот такие цыплята в шапочках зайчат, и мне показалось, что, ну тут новый тип ротика, такой, который открывается, и я еще попробовала сделать вот такую сосочку, чтобы можно было цыпленка, в общем, кормить. У меня сейчас планы, в плане вязания, простите тоже за тавтологию, это как раз-таки небольшие игрушки, в основном я хочу закончить все идеи проекта, и составить описание, потому что у меня уже есть, и скорее всего это будет в формате закрытой группы, и когда это я все сделаю, в общем, я расскажу, но сейчас у меня планы вязать все, что у меня где-то не довязано, не доделано, что я когда-либо создавала, но не досоздала, и еще насчет вот книги многие спрашивают, это тоже такой открытый вопрос, раньше я всегда отнекивалась, но сейчас я думаю, что я понимаю, почему я отказываюсь, там очень много было как раз-таки, у меня же неприятие себя не только относительно внешности, но и относительно своего творчества, то есть я каждый раз, это какое-то качель эмоционально, от того, что я делаю, какое-то до того, что мне это нравится, и вот так все плавает, и насчет книги, это тоже были такие эмоциональные качели, когда очень страшно, что вообще это никому не будет нужно, зачем я вообще это делаю, до того, что вроде бы нормально получается, нужно постараться сделать на максимум, а, да, у меня еще проблема с тем, что я все очень сильно представляю, как бы мне хотелось быть в идеале, и пока вот это какой-то планки не доделаю, буду себя, в общем, мочить, и тоже я сейчас думаю, что было бы интересно создать книгу в новом состоянии, в новом подходе, когда делаешь вот максимально с какой-то вот уверенностью, с таким спокойствием, когда просто делишься тем, что тебе близко, и вот когда я к этому состоянию приду, я думаю, что и выйдет следующая книга, ну, во всяком случае, начну над ней работать, пока я над ней не работаю, хорошая новость, что издательство мне постоянно пишет и говорит, давайте, давайте что-нибудь сделаем, но я пока говорю, что сделаем, но попозже, и вот буду, в общем, принимать, учиться себя не только вот внешне, но и в своем творчестве, и как результатом этой работы станет, я думаю, новая книга, не знаю, в каком году, ну, кто знает, мне кажется, вообще рост и развитие может происходить такой, как накопительный эффект, и вот я сейчас чувствую, как будто бы это как раз-таки был накопительный эффект, то есть я так много лет что-то пыталась изменить, узнать, принять, что вот я вот открылась, рассказала, пошла к психологу, и как будто бы сейчас вот это все должно, процесс пройти быстрее, в общем, я на это очень надеюсь, да, кстати, я пошла к психологу два раза в месяц пока, вот, надеюсь, что это тоже ускорит процесс, и я быстрее приду к тому, что буду чувствовать себя более счастливой, нормальной, знаете, как надо, и вот, давайте закончим психологами, хотела бы поделиться некоторыми каналами, которые меня вдохновляют, вот в прошлом видео я делилась с Татьяной Мужицкой, до сих пор тоже смотрю, просто набираю разные темы, как раз-таки у нее недавно я нашла эфир про тело, и мне понравилось, то есть они там с другой девушкой, я, к сожалению, не знаю, не помню, как зовут, обсуждали вообще принятие себя, работы со своим телом вообще на тему того, что его, ну, тело, это не какая-то там помойка, а что это часть нас, и только тело существует здесь и сейчас, оно чувствует этот мир, и нужно учиться, в общем, с ним ловить контакт, еще мне там понравилась идея о том, по каким стандартам мы сутим свою внешность, то есть в разные времена, в разных до сих пор странах, в разных там культурах есть разные представления о красоте, и вот вообще попредставлять и поразговаривать с собой, а чьими стандартами я себя оцениваю, то есть если я себя оцениваю стандартами моделей, там с обложек Vogue, хотя, кстати, по-моему, там тоже сейчас идет очень большое разнообразие, ну, короче, смысл в том, что как мы, с точки чего мы себя оцениваем, с точки какой красоты мы себя оцениваем, в общем, тоже посмотреть на себя стороны, и если говорить такие какие-то конкретные примеры, например, стандарты красоты моего мужа и мои очень сильно отличаются, и когда я ему там или на улице показываю девушку, которая, мне кажется, что у нее идеальная фигура, он так всегда немножко напрягается, потому что его тема сильно худобы наоборот напрягает, он сам всю жизнь был худой, и ему не очень нравятся, там, например, худые руки очень, и, в общем, у нас очень в этом плане сильно отличаются представления, и поэтому вот посмотреть, какие вообще у нас, какие вот у меня вообще представления, поизучать их, и оказалось, я вот смотрела разные фотографии, вообще разных людей, вообще на кого я подписана, я очень на многих людей, достаточно полных подписана, и я вообще не считываю их полными, я считываю их красивыми, яркими, интересными женщинами, поэтому вот очень интересно, как вот даже относительно моих стандартов, насколько они отличаются относительно меня, и относительно других людей. И еще один психолог, который я как раз посмотрела за последнее время, это Вика Дмитриева, и у нее был прямой эфир про вес, и мне так понравились ее мысли, и ее взгляд, что относиться к себе не только как ко внешности, но вообще-то помимо внешности есть еще куча других моментов, за счет которых, ну то есть она так сказала, что я в своей жизни никогда не делала ставку на внешность, я там трудолюбивая, активная, там очень много обучаюсь, делаю проекты, и что вот я не делала ставку, что вот я красивая, и буду на счет этого выезжать. Я подумала, так я тоже никогда не делала ставку, на своей внешности не выезжала, то есть я тоже создаю проекты, вообще не связанные со внешностью, я создаю игрушки, я вяжу, то есть вообще, почему я так зациклилась именно на этом вопросе, и как-то вот немножко вот так вот расширить представление, что я это не только моя внешность, но я это вообще-то там и душевные качества, это и творчество, которое я создаю, и мысли, которые я там транслирую, или просто даже ношу в себе, в общем, мне эта мысль тоже понравилась, еще понравилась, так вот ее такой честный ответ, ее спросили, ну вот прекрасно, вот она говорит, что на весе там, по-моему, 115 килограмм, и говорят, ну вот, а если бы вам предложили вот так вот, чтобы вы проснулись, там и весили 70 килограмм, вы бы что, отказались? Она говорит, нет, я бы не отказалась, то есть понятно, что вот если бы я знала, что без последствий, без каких-то нюансов, и что потом я не наберу, я вот так вот проснусь в другом теле, да конечно я соглашусь, но это не значит, что сейчас, в нынешнем весе, я буду отказывать себе в удовольствие быть красивой, наряжаться, сниматься, она, кстати, да, снимается на телевидении, очень много съемок, там реализовываться, делать фотосессии, это ведь вопрос не в том, как хотела бы она именно другое тело, а вопрос в том, что сейчас она вот в этом теле, и в этом теле она будет получать максимум, и что у нее есть там причины, что вот пока она там работает с диетологом еще, а с психологом, и что вот пока вот в ее истории вот такая вот, вот такой вот вес, и что возможно там он со временем изменится, но глобально жизнь-то происходит прямо сейчас, и меня тоже это так зарядило, ну и вообще мне кажется, я в этом видео, не только видео, вообще вот в эти дни я хожу какая-то немножко другая, как будто бы реально вот мне стало легче, я вот как будто бы, ну вот правда, задышала полной грудью, и стала больше задумываться о том, что если меня кто-то осуждает за то, как я выгляжу, то это вопросы к тому человеку, потому что вот мне понравилось, сегодня я тоже ходила на пляже, и да, сейчас, хотя и конец февраля, есть мельчаки, которые плавают даже сейчас, и вот я думала о том, что в конце осени, вернее нет, в ноябре, я еще тоже плавала, и для меня вот на пляже это такая зона дискомфорта была, то есть я, конечно же, приходила и все равно плавала, то есть для меня это был такой вызов самой себе, но я себя не чувствовала, понятно, красиво, я там закрывалась полотенцем, как-то старалась, ну, то есть сильно не мозолить глаза, и у меня такой очень закрытый купальник, даже такой с юбочкой, то есть довольно длинный, вот, и тут я ходила, вот смотрела, что люди плавают, и думала, что, ну вот я плаваю, то есть вот у меня какие мысли, когда я стыжу себя, что вот другие девушки на меня посмотрят и скажут, нам противно смотреть, типа вы портите эстетическую картину, я вот хочу наслаждаться, смотреть на красивых людей, а типа ты, ну, таковой не являешься, я стала думать, вот я, например, не курю, и в Черногории можно курить вообще практически везде, и очень много людей курят, и мне не нравится запах, то есть мне не нравится, что у меня волосы начинают пахнуть, и что я делаю, то есть по сути запах, вот лично для меня, в моей картине мира, неприятен, и если человек курит, я не осуждаю его, что вот он курит, это его выбор, я ухожу там, где мне будет нормально, ну, как бы, где мне не будет мешать запах, это как бы моя зона ответственности, и то есть, если я пришла купаться, почему я не имею права плавать в море, вот такой, какая я есть, почему я должна думать о том, что я чью-то эстетику порчу, учитывая, что я, в принципе, там как-то, ну, не вызывающий себя в виду, я просто прихожу плавать, и мне тоже эта мысль как-то стала поддерживать, что если кому-то что-то будет не нравиться, ну, это в силах человека на меня не смотреть, если к нему что-то не нравится, вот, и мне тоже с этим стало легче, поэтому, вот на такой, наверное, легкой ноте, я хочу сегодня с вами попрощаться, немножко так все вышло сумбурно, но мне очень хотелось поскорее записать это видео, чтобы продолжить вот прошлое, а то оно было такое эмоциональное, очень многие мне до сих пор пишут слова поддержки, а на самом деле мне реально сильно-сильно-сильно легче, это знаете, иногда достаточно признаться, чтобы действительно отпустило, это как есть такая тоже фраза, у одного психолога тоже видела, у нее был такой мерч, толстовка, ничего не изменилось, но изменилось все, то есть внешне обстоятельства, я, внешне там, какие-то мои проявления не изменились, они остались такими же, но как будто бы изменилось все, то есть я себя ощущаю абсолютно по-другому, и это, конечно, интересный опыт, и да, я, кстати, записалась на танцы, на зумбу, я посмотрела, что вроде бы это направление танца, которое можно начать прям без подготовки, и вот пойду скоро на зумбу, на свой первый урок, вживую прям, ох, буду снимать оттуда влог, ну не с самого занятия, а вот с того дня, и мне прям, я немножко, конечно, боюсь, я так уже думаю, так, а в чем я пойду, как там одеться, чтобы не сильно, ну там же зеркала, я так понимаю, в танцевальных залах, я себя там буду видеть со всех сторон, нужно какую-то все равно одежду, в которой я себя буду чувствовать более безопасно, в общем, вот у меня такие мысли, с одной стороны страшно, с другой стороны, такое предвкушение, ощущение, вот такие вот перемены за последние дни, и вы в этом очень сильно поучаствовали, спасибо еще раз вам огромное, я вас целую, желаю вам тоже, если есть какие-то у вас сложности, двигаться на пути по их решению, и чтобы у вас все получилось, увидимся в следующем видео, я надеюсь, что очень скоро, пока-пока!